Музыка Главная цель, в принципе, уже обезнается нашим названием Служба академических обменов И это, вроде бы, и наша главная цель Это, с одной стороны, обмен наилучшими студентами Поддержка индивидуальных студентов, аспирантов, профессоров С другой стороны, мы поддерживаем структуры, партнерство, кооперации Между немецкими и украинскими вузами, кафедрами и так далее У нас в 2018 году будет наш 20 юбилей Я здесь работаю второй год Работать здесь, это довольно солидно, довольно легко У нас хорошая поддержка И, конечно, здесь, в КПИ, где находится наш офис Сотрудничать с университетами Это действительно, ну, уже на очень профессиональном уровне Это действительно очень приятная работа Самая популярная программа — это наша летняя школа Это три недели в Германии Для тех, которые уже изучают немецкий язык Летняя школа — это часто бывают первые знакомства С немецкими университетами И многие из них потом подают на наши, скажем в кавычках, большие стипендии Вторая очень популярная программа — это магистратура в Германии Есть еще разные программы для исследователей и для юных исследователей, ученых Мы желали, чтобы было больше желающих Потому что это, конечно, и важно для украинских университетов В области инженерии, в области науки Образование очень солидное И это, конечно, и одна причина для того, что немецкие университеты И очень интересуются партнерами У нас, скажем, в Киеве есть такие совместные учебные программы Как, например, именно здесь, в КАБИ Есть совместная программа с Макболгским университетом В области инженерии, в Магайландской академии Есть совместная программа по европейоведению Есть и такие программы, скажем, в Танопеле, в Харкове еще есть, в Сумах Есть очень хорошие кооперации, например, с университетом имени Шевченко И с университетом Констанца Украинские университеты как партнеры довольно популярны для немецких вузов Здесь, конечно, есть довольно много активных студентов Которые уже имеют опыт общественной работы Уровень довольно сильный, конечно, особенно в области естественных наук и инженерии Если мы говорим про чисто исследовательскую, научно-исследовательскую работу Она, конечно, происходит особенно в области естественных наук Уже на английском и в немецких университетах Но, скажем, на секторе экономики Есть еще другой сектор, который очень важен, право теперь Здесь, в Киеве, уже создались два центра немецкого права при университете При университете имени Шевченко и при Магеландской академии И, конечно, право надо и читать на немецком языке Украинские студенты довольно хорошо учатся в немецких вузах Наши стипендиаты очень волнуются Значит, когда получают стипендию, нас больше всего спрашивают про визу Безвизовый режим только означает, что будет теперь проще Для наших стипендиатов в летней школе Потому что они больше не должны позаботиться про визу Но, честно говоря, с этим проблем и раньше не было Посольство, конечно, поддерживает всю нашу деятельность Большая часть, например, стипендий, конечно, и финансируется средством Офиса иностранных дел в Германии С Гюте-институтом мы тоже очень тесно сотрудничаем именно на уровне поддержки немецкого языка Например, мы вместе в прошлом году, в ноябре, организовали такой форум для преподавателей и жителей немецкого языка Конечно, мы и сотрудничаем насчет немецко-украинского года языка и так далее Это инициатива наших и ваших политиков, скажем так Именно Министерство иностранных дел Мы это делаем, конечно, чтобы усилить еще связи между Германией и Украиной Именно на секторе культуры и на секторе языка Что это такое? Я сказала бы, это очень разнообразное дело Будет такая большая ярмарка возможностей на Подолье Не только Гюте-институт и ДАД организуют разные там активности Но и другие организации будут содействовать Мы, как ДАД, будем, конечно, сосредоточиваться на университете Потому что это наш сектор Мы там предлагаем разные деятельности, например И семинары для преподавателей германистики На довольно высоком академии, научном уровне уже С другой стороны тоже, ну, как это называть Переездные дни немецкого языка Где наши лектора У нас есть 14 представителей ДАД Здесь в разных местах Где наши лектора Будут организовать мероприятия Особенно в маленьких региональных университетах Которые не имеют такой же самый доступ К немецкому языку и к немецкой культуре Как, например, здесь в Киеве Наше сотрудничество как ДАД Это действительно ограничается На все, что касается область высшего образования Значит, если мы на неформальном уровне Сотрудничаем с другими организациями Они тоже имеют дело с высшим образованием Например, есть Рада молодших учеников Значит, они нас часто и приглашают на такие мероприятия Чтобы говорить про наши программы Мы, конечно, и сотрудничаем с Министерством науки образования Немецкая культура уже довольно близка И вообще к среднеевропейской Восточноевропейской культуре Я думаю, это был Бисмарк Значит, канцлор в XII веке Сказал, что после Берлина уже начинается Союзная Европа Поэтому интерес всегда был довольно большой Я очень люблю путешествовать Когда приезжаешь, конечно В свободное время сперва стараешься познакомиться с городом Значит, вот что обычно делаешь во время каникул Я сказала бы, что все-таки надо начинать с Киева Потому что это столица И здесь, конечно, есть очень многообразного И потом, конечно, в зависимости от того, есть у них машина Можно и пространствовать по Днепру Значит, очень красивый ландшафт там И я сказала бы, обязательно доехать до Запада И в Крайпаде, конечно В Германии и здесь интересуюсь драматическим театром Поэтому как можно больше Я и стараюсь посещать здесь не драматические театры И в Киеве, конечно, есть достаточно большой выбор Самые интересные впечатления для меня, конечно, были Те спектакли, которые имеют дело и с Украиной Вот для меня очень интересна была одна постановка в театре Именно Ивана Франка «Шудельника Майдана» Про майданские события И еще в театре «Золотых воротов» Это была постановка, ну, воспоминания Ва Копелева Который пишет про воспоминания, когда он был коммунистом Как он участвовал именно в «Холодном море» И потом даже не понимает, как он мог убедиться, что это правильный путь И эта постановка очень была интересная Мне, конечно, и нравятся эти маленькие театры, экспериментальные И я думаю, что здесь очень активная среда Я нарочно возвращалась в Германию на летние каникулы поездом И для меня было очень интересно заметить, как медленно меняется вроде бы культурное пространство Значит, начиная с Западной Украины И там, ну, разница между Западной Украиной и Венгрией совсем нет Потом Австрию, потом Южную Германию Значит, это очень, значит, там нет резкого перемена И я думаю, что это очень важно